доброго времени суток зрителям и гостям нашего канала с вами россии мы продолжаем играть в игру империал горе если не ошибаюсь это 10 видео и мы продолжаем захватывать мир за прустью на высоком уровне сложности в прошлой серии мы такие сборе пополам но разобрались с цели с помощью нашего временного союзника австрии также мы купили территорию молдове вроде если не ошибаюсь и пытались мирным способом взять триполи но британия протянула свои грязные лапища что мы в принципе попытаемся их в скором времени наказать выполнили мы там миссию получили бесплатные корабли шаровая повоевали здесь на море ну в общем чё будет пересказать кому надо тут посмотреть так значит все-таки я считаю что у нас с вами шанс захватить точнее присоединить к себе португалию и купить вот эти две территории для того чтобы построить самый мощнейший в мире плацдарм для атаки на британию чтобы выбить ее из марокко туниса триполи и пускай она сидит как у себя там в англии и как бы не сунется сюда к нормальным дядькам в прошлой серии я по незнанию всегда покупал еду у других стран но оказывается я нуб и нужно было просто все свои войска которые находятся вне гарнизонов они потребляют больше соответственно продукции потому что они кушают полевые у них расходы а когда они сидят в гарнизоне то еда у меня теперь будет идти в плюс что в принципе не может не радовать я перестану тратить бешеное количество денег на эту еду чтоб проклад как бы покормить этих троглодитов вот ну как я обещал в прошлой серии мы постараемся с вами продвигаться по этим территориям а для этого нам нужно как я и говорил сделать полностью перевооружить нашу армию убрать вот к примеру вот к примеру вот этого братана то есть к сожалению мы пополнить его не можем хотя они как ветераны ребят 5 сражений все-таки бусары отслужили отрубили нам верой и правдой ну давайте пока так в общем нам нужно переучить наших ребят вот к примеру вот ополчение извините меня уже май 1812 и мы до сих пор как выходим с ополчением стыдно стыдно давайте в общем мы сейчас так сами сделаем распустили мы их распустим на и и не туда по пизде скажем так ну пока то сделать можно потому что нужно будет подождать ход значит тот тоже ополчение о это кошмар это какой-то кошмар иди тоже на переобучение в общем надо нам избавляться слабых воинов слабых отрядов и вооружаться на этой территории и мочить британию британия он обратите внимание пехота стрелки стрелки получение пехота ой точнее конница конница но в общем британия зарядилась по последнему слову техники даже наняли ибрагима пашу а тут а мухаммед али вообще то есть одни нормальные ребята тагир паша ну то есть абдула паша то это же не известные люди мы в принципе таким похвастаться не можем у нас почему-то все наши полководцы пока что так ну давайте меньше слов больше дела давайте что-то будем теперь думать у нас осталось только португалии триполи нас их вот этот ресурсов нужно ребят не хватает да ну ты пить и что я могу сделать вот у нас теперь осталось в принципе уже очень мало людей только вот португалии триполи это те ребята которая не империи так шахты построены в киеве хорошо шахты в восточной пруссии я просто серии там налупил куча шаг чтоб строилась чтобы нормальный плюс ресурсов потому что очень важное считание забывать за экономику помимо войска потому что армию нужно кормить так государство великобритания выдвинул торговое предложение не предлагают нам чуть-чуть 5 они нам хотят продовольство а вы знаете великобритания нет мне подавать теперь не нужно я как-то сам обеспечу своих людей а я испугался думал на меня напали я не при внимании в результате военного вторжения государства великобритания все наши приготовления к мирной аннексии государства триполи пошли прахом очень плохо после перехода купаться провинции триполи склонила голову перед и мощью империи великобритании и вошла в ее состав торговое учреждение строительство в провинции австрии завершено между территориями отлично будем торговать в ганновере построены глубокие шахты так давайте больше 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 этого ребята обращал внимание что кто-то старается пройти там попадал как-то на видео и потом компания там за десять лет ну типа игровых и потом победа и так далее я не стремлюсь победить прям там за два часа грубо говоря я хочу немножко проиграть я хочу поснимать видео хочу чтобы посмотрели хочу пообщаться с вами на тему imperial glory или на другие как бы игры поэтому я не спешу я играю на сложном уровне я могу проводить автоматические битвы но я практически максимально стараюсь проводить битвы именно с моим участием единственное что да я признаюсь резина что я делаю я пропускаю на автомате битвы которые происходят в море не мое это тем временем австрия выполняет миссии энциклопедия в течение ближайших двух лет составители энциклопедии будет получать в три раза больше очков исследования батюшки а мы с вами вот это в это время безрукому на луну как бы дела свои делаем как давайте значит что тут у нас ребята здесь у нас кавалерия кавалерия стрелки давайте им вот таких комбо-момбо пополнить если я не ошибаюсь их можно пополнить вот обнимать давайте попробуем потому что нет нельзя блин ребят мне не значит херня вам не битвы здесь себя там и свежим вот сделаем значит у вас мы забираем их и даем вам свеженьких текст эти ребятки у нас пришли на переподготовку давайте может все-таки дубинщики нам потом для того чтобы они не жрали много еды которые не положено скажем так жрать мы закинем их вот так допускаем биты но за тоже переформированный здесь нормально блин ладно самим так так тем временем у нас где-то по 300 еды примерно 299 еды заход к нам прибавляется нам нужно конечно бы желательно вот здесь начинать отстраивать армию ухты стрелки на верблюдах наездники на верблюдах батюшки что же происходит хочу наездников вот честно хочу вот прям вот на эти много наездников много артиллерия тут простенькая давайте что да конечно же знаете хочу там целый укомплектовать тупо дними наездниками красиво не смотрятся нам нужно постараться укомплектовать здесь армию очень хорошую новую для того чтобы мы могли отсюда потом пойти пойти и навалять вот этой британии съед это вот пехотой обоссанной я думаю мы с ними обязательно справимся тем временем мне кажется те территории которые на которых не находится гарнизон нам нужно обязательно туда выставить какие-то войска для защиты хотя бы для сдерживания первоначального удара какого-нибудь скажем так мне кажется хотя бы по два бы конечно их нибудь вот но от так все остальные территории в которых есть гарнизон войска могут светить там как бы это выгодно это стильно модно молодежно поиска себе сидят еду они кушают но не так много если вдруг на эту территорию 10 гарнизона падут то ребята как бы выдают и нас учат по ушам а вот все остальные к сожалению территории нужно будет обязательно нам защищать хотя бы аж говорю я считаю что хотя бы два отряда чтобы там присутствовало так ну почему мы стоим на улице господа жрем только хлеб давайте давайте заходим пожалуйста в будочку на место скажем так и там сидим мне кажется вот как раз вот эту местность нужно будет укрепить балкан на балкан нужно будет вывести войска обязательно вот так вот чтобы хотя бы пока хотя бы одни здесь я рекрутирую кого-то там и да отлично давайте вот так как здесь рекрутируем ребят тоже перекинем сюда здесь у нас один отряд есть тут три отряда конечно битые блин перебитый может мы сейчас махнем скажем так пока сюда так что там у нас в польше ребятки в польше можно блин а тебя братела тебя никак нельзя повысить там что ли нет но сражений до следующего уровня много жрешь 6 еды как-то блин я не знаю капитан стимбил ладно капитан стимбил будем считать что тебе повезло мы тебе рекрутируем вот этих орлов скажем так с этими орлами пойдешь на укрепление вот этой территории перепрыгнешь вот и тем самым в принципе у нас территории все защищены вот этих братанов кстати катанов можно тоже завести а они не вылезают да ребятки не не вылезают и сюда не вылезают тут что папа а почему мы тут вообще стоим залазь давай что такое почему мы не можем здание что мне вам построить куда залезли мой тут вообще все плохо ребят давайте шахту глубоководную обязательно построим обязательно улучшенный литийный цех военные госпитали мы сейчас солдат прямо на полюбовины госпитали позволяет оказывать помощь своим солдатам возвращая их в строй вот это как я понимаю то что мне нужно вот то что проговорится то что доктор прописал я могу строить только там где находится гарнизон я обратил внимание что у нас тут один из фрегатов требует починки мы его обязательно починим когда он будет находиться в наших территориальных водах например здесь сейчас мы ничего не можем шлюпки мы выведем поддержим вот шлюпки у нас шлюп пропускаем ход вы знаете я думаю что в принципе уже компания мало-помалу длится к концу и если я раньше думал что я вложусь в серии 20 только то наверное это будет намного меньше серии я думаю может серии 15 не намного меньше 25 меньше может это будет серии 15 ну давайте сделаем так будет как будет ребят значит тем временем с португалии у наших 76 отношения скажите мне португалия что я могу у вас еще такого интересного построить ничего не могу построить чужие знания так 34 тысячи что-то мне очень не нравится наше положение плане денег скажите мне пожалуйста с кем я торгую так не задействованы торговые пути вы посмотрите что происходит вы посмотрите почему этот путь у нас не задействованы ребят я не понял в чем проблема торговый порт найти вам торговый порт так хорошо дальше тут у нас что почему тут не задействованы на здание что тут на торговое давай это торговая так хорошо тут что ведь мы ничего не можем строй понял так тут что мы ношу ничего не нужен вот здесь у нас не задействована вообще не задействовать а сметиву кошмар происходит здесь почему тут задействована ну вот тут я почему-то не могу строить не знаю почему ха 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 лол задание торговая гавань обязательно ребята обязательно я хочу торговать я хочу торговать потому что мне нужно очень много денег чё-то не хватает а мне хватает теперь нам не хватает ресурсов по строительству раньше я ими торговал налево-направо и плевался что ними не нужны пей они мне очень нужны так мне не нравится что там делает франция по поводу португалии и такие движения опа срок договора истек это ребята очень плохо это означает что нам нужно готовиться к войне так австрии считают что мы можем вступить с ними в союз 30000 хорошо давайте мне деньги нужны потому что я хочу приобрести пару территорию россии и найти территории сразу к ним риска и потихонечку по тихой грусти и иметь британию а британия захватила или мирным способом взяла себе мою португалию господин наши союзники австрия пишет а платит стране франция чтобы привлечь его наш собранительный союз хорошо блоки шахты построены в курске баталии как же так получилось португалия ты был меня как брат я любил тебя последний огонек надежды скажем так ладно что у вас тут войсках пушки шмушки конница пехота конница пехота это все могло быть моим блин обидно обидно так чё там бабуины на и строится тут строится уже уже хорошо ладно придется его выводить потихонечку и подводить пожалуй коррекция там общество наездники на верблюдах куланы я забыл то наездники на верблюдах попрошу так наездники на верблюдах пожалуйста туда мне давайте ладно уже за дворником их нашпигуем чем у них не переход ничего горды так давайте начнем отсюда и об так тем временем ребята тем временем давайте посмотрим вот что что он не скажет так дипломатия дорогого соглашения с россией матушкой скажите мне пожалуйста я хочу вас купить египет 50 тысяч цены ребята растут на глазах корена и к 15 тысяч более но египет можно конечно взять до 50 тысяч хорошие деньги ребята хорошие деньги но с другой стороны сможем ли мы удержать но я-то думаю британия не полезет сразу сюда и мне кажется что более логично давайте наверно перекинем наши корабли вот сюда пускай они стоят тут и если что выберем их и пускай воюют отремонтировать обязательно отремонтируйте мне этого братишку так давайте что наверно не жрали таким тоже заболем вот сюда все таки экономия ребята наш наступил это время когда к сожалению не придется экономить вот я думаю они потом спокойно смогут выпить если ничего нужно будет помахать ручками так что же делать что же делать 50 тысяч россии у меня там стройка ладно давайте пару ходов подождем потом обязательно возьмем у россии какую-то территорию да осталось все остались оси я предлагаю там заключить а великобритания против россии заключить переговоры нет переговоры пока переговоры надо было брать здесь войск и нету ну хорошая мысль ребята приходит опоздай я перезагружать ничего не буду правильно что ли единственное что я думаю сделать это вывести вот этих ребятушек полная вывести вот это вот сюда не объединять на следующий ход если они нападут мы попробуем забрать себе так здесь у нас там кто-то рекрутируется у нас рекрутируются чтобы меня в столице кстати место есть вместо к сожалению нет ладно пропускаем ход россия как и британия предлагают вам заключить союз против империи россия блин что же делать я померюсь ли я потом переговоры пока переговоры я еще один ход подумаю египет освобожден ребята евро египет был освобожден ближайшее время он будет очень уязвим в военном отношении хорошо торговый порт поставлен объем греции шахты в польше россия теряет контроль над регионом египет завербована государством россии солдаты на этого региона дезертирует в массовом порядке россия матушка что же ты так что же ничего не осталось так ну посмотрим что дальше будет делать британия ребят давайте пока завершаем ход наблюдаем дальше думаю россия уже ничего нам не выдвинет о ликторичи возможность примкнуть нашему обратному союзу хорошо давайте для капитания предлагают нам заключить союз против ну а смысл у них нечего уже брать ребят нечего них нечего брать если по них можно было цапнуть кусок территории я бы забрал нету смысла так с тем временем торгового построена гамань в курске торговая в египте отлично будем со всеми торговать мир дружба жевачка тем временем мне показалось или где-то здесь в великобритании или кто-то здесь проплывал на корабле с людьми соответственно кто-то хочет подраться ладно если в россии покупать нечего давайте тогда купим британии попросить территорию сколько мне нужно прицениться просто как найти в супермаркете значит марокко 45 то не из 33 триполи 23 вот сволочи а русские то дешевле подавали ребят шотландии 37-28 хорошо какие расценочки у австрии богеме отец и дуба голицыя 37-45 можно конечно поджать австрию сосредоточить ее на этом одном куске в принципе наверно блин но с другой стороны не хочется здесь британию бросать ребята египет я хочу твою территорию отдайся мне за 30000 но видите 30000 русские продавали мне за 50 вот вам и пожалуйста сейчас мы берем платим 35000 кризис стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп я хочу торговать с египтом 5 я хочу попросить у него территорию вот эту я предлагаю за это 30 видите бачите что происходит не могу я у них купить ладно хорошо ничего давайте блин заново блин и пытаться мирно присоединить здесь тогда наверно мне нужно взять неаполь и сицилию так мирный договор голова соглашение с австрией попросить территорию неаполь они хотят 38000 дам даю вам 39 пусть все хочет вести траговый но я не могу понять в чем проблема ребят адрес от австрии это предложение ладно давайте пропустим кто-то там еще на меня злиться вы смотрите что происходит вообще блин это ж надо отхватили у меня кусок такой вкусный кусочек у меня так не помешал ребят как помешал бы мирные воронительные трава и дорогого с австрией просить территорию даю сицилию давайте ради бога а я не блин я не там я же предлагаю господи ребят но это я тупой не извиняюсь это я тупой блин читая то ли спать хочу плечо в общем что я затупил торговое соглашение египет попросить территорию египет 30000 на тебе 31 и разошлись хорошее предложение него должны заинтересоваться батюшки какие мы гордые какие мы да вы что ладно хорошо не надо мне ваш этот я куплю более отговорчивых в австрии я знаю она мне не откажет значит я хочу неаполь я даю тебе 40 45 тысяч даю давай пожалуйста все оказалось легко согласно условиям нашего соглашения к зимовстве мы получаем контроль над стороной королевства беих сицилий и всеми ее провинциями то есть так бы видите ребят так бы я купил бы никто да и это так что здесь у нас мы можем строить находилась настолько на примитивном уровне что делится все отстраивать прямо сюда и торговый порт обязательно госпитале пограничные посты давать больше денег больше денег пока так эти подымать с колен так что тут дальше нам еще можно было бы прикупить я бы еще знать я бы купил тунис для того чтобы всех ребята купить надо много денег избираю такую политику в том плане что мы с вами на протяжении почти 10 серий воевали постоянно с кем-то поэтому давайте теперь немножко попытаемся потясти кошельком хоть у нас он очень толстый но давайте потрясем это есть две типы на разных тактики прохождения империал горе первое это военная аннексия 2 это соответственно покупка территории конечно есть там можно устраивать перевороты там и так далее так как одна из возможностей давайте скажем это 3 из возможностей ну я в основном на протяжении за прусью вел очень агрессивную позицию агрессивную политику потому что я вообще прусья считается одна из самых неудачных наций в плане появления в плане начала игры потому что она сложно она сразу окружена она очень нищая очень бедная но я показал что мы можем поднять путь лишь колен соответственно ну в свое время войсками своими своими силами кровью и потом захватили почти полмира теперь мы можем немножко под копить денежки покупать пока не купим всех и не стоит забывать что мы можем делать так кого не купим убьем вот и все так земельный кадастр только присутствуют монахи можно построить земельную канцелярию который проводит перепись населения территории империи только будет собраны все сведения можно будет убедиться исправно ли не пишут налоги позволяю отвести торговлю со структур который построена давайте вот этот размер пожалуй все теперь у меня кстати должно быстрее что-то там идти или не идти так эти отсюда уходит тут мы сейчас улучшаемся но мне не нравится что там у меня нет никакого запорожского там не стоит ничего у меня такого долгового ребята египет не будет дурочком ты должен с ним дружить так не были построены фермы конечно тут тоже все очень плохо дорогу это обязательно обязательно ребята здесь мы что-то можем строить то вот третья эра элитные казармы ребятки а шикарно сырья на сто процентов увеличивает сталевитейный завод такая красота но так дорого она все стоит так ладно давайте пока воздержимся и восточной пруссии то в наших крутых провинциях мы можем видите строить мы можем строить уже здание третьей эры начальная школа военная папская область торговая опа денег не денег а ресурсы хорошо прожжим подруга не спешим это что такое это на основании права на проход они делают такие движения мне это очень не нравится я скажу вам так очень не нравится так начался процесс в консульстве хорошо в египте много командиров молдавии ждать ребята я надеюсь вы потом все отсюда свалите потому что мне придется выводить своих озверевших поляков которые у вас будут рвать начать так что готовьте свои пукавные пацаны и доводите меня до греха хватает не хватает у нас турцев очень сильно не хватает потому что я затеял большую стройку как большую стирку прям а тем временем австрия напала на россию как я понимаю причина там у нее делает в гости пришла из меня египет пока 55 новая командира нас ждет в анатолии да они захватывают россию очень интересно египет построил пушки какие-то не блять если честно из у тебя даже не фанаты блять этих пушек как полоумно их строят выводить стоят только жрут отряды еще один строится там место подскольких еще под одного ну возьми блять возьми стрелку как ну и давайте здесь для обороны города я прекрасно понимаете что для обороны города хватит и попроще пацаны но вот для ударной армии конечно надо так пожестче пожестче так значит очень плохо мне не нравится ребятки здесь надо восстановить я очень интересный парень значит потратить нормальных людей отдал крестьян а не установить пытайтесь в россию но я думаю не получится мне не нравится что австрия как умеет как у себя дома ходят по моей территории я хочу напомнить что у нас ними осталось 6 ой поддав 6 даже меньше лучше ей убирать свои потные сраки с моей территории каждую накажу ребята то что я сейчас ушел в экономику это не значит что я уменьшил свои имперские амбиции мы просто попытаемся более с мелкими потерями захватить мир ты не значит что минус лица на голову и австрии ты прекрасно понимаю так торговые порты строится корабли крутится лавэ хомутится ребята торговый порт построен построен хорошо все отлично все пропускаю меня потом все устраивает австрии пора возвращаться домой потому что я вижу она охватила пиздюли над россией в принципе не сомневался срок действия договора об оборонительном союзе с государством австрии франции или британией стек ребята торгового учреждения построена в египте местные господи аппале еще пока по праву прохода могут уходить но он блять не бесите меня сучата не бесите так почему ты не можешь узнать и брата может все таки как-то подвинетесь на меня ладно 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 ребята так поля андре поля андре надо построить недавно у меня просили верно уже пару веков просили у меня чтобы я им построил улучшенные ребятки улучшенные конюшни специальные школы ну да что при хотя бы умели читать очень много надо очень много отряда какие мы можем строить пехоту хотя бы может строить гренадеров я считаю для поляков это уже отлично чтобы они не думали что я их забыл поляки это у меня самое главное мясо так австрия считаю что наступил погодящий момент для укрепления отношений 37000 хорошо мои же деньги не вернулись которая потратил на покупку с цели так вот мне интересно сколько франция хочет за испанию бывшую может 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 и что мне скажет египет может он поменял свое мнение не дать сейчас спросим францию я хочу к стилю а к стилю входит 1 2 3 4 5 территорий за 82 тысячи хорошее предложение но пока нету несколько денег нет египет я хочу попросить у тебя территорию твою 30000 даю 40 даю 40 а ну да типов не столица ним нее нет дадут блять но если туда зайдет британия я вас спрашивать не буду я тогда зайду возьму то что мои по праву я думаю вы понимаете это прекрасно а я зайду и возьму сволочи такие это возвращение двигайся сюда так все значит эти по праву прохода в поляк поляков нанимаем это мне разрешение не нравится такие слабенькие эти такие надо убирать блин а ты что такое по 3 он в россии что там кстати в россии они угрозы не представляет так давайте посмотрим что можно купить у австрии я хочу ломбарью два куска видите все это дна ты еще папская область 36 пьемонт 36 голица 5 богемия 32 давайте может потихой грусти как бы скупать скупать у них эти территории все чтобы австрия я правда не знаю куда она денет свои войска которые здесь находятся ну проблемы и есть освобождение и будет поэтому мне как бы все равно 27000 папского гостала нашей понимаете я делаю добро ребятки я беру за мухрыженные посмотрите посмотрите даже ферм вообще никаких нет вообще все приходится строить с нуля все приходится с нуля вот так немножко поберем радует что можно хоть войска какие-то подстроить что мы в принципе и сделаем что мы в принципе должны сделать тут несколько строить пускай тем самым территория не считаю выгодное денежное положение убирая свои войска убирай не стоит со мной шутить еще раз себе скотина такая я думаю что египет должен быть умным мальчиком или девочками все равно кто там не баллы и принять мое предложение и присоединиться ко мне пока его не присоединила британия так современные в госпитале в серцидии построились что тут принципе суть пускай нанимается пока рабское ополчение господи тебе не стыдно вообще до продался бы ты мне уже да и все и спал бы спокойно видел бы сны нет же давайте может лучшим отношениям франции 70 копеек а ладно еще ничего улучшать не хочу не хочу все метается из угла в угол бритян британия все стягивается его искать и достигает так ну что я могу сказать значит мы купили италию точнее сицилию неополь павскую область мы построили пару отрядов хорошей конницы и ждем как решится судьба египтов или мы туда зайдем как друзья или мы туда зайдем как захватчики не уже все равно поэтому дадим шанс мы немножко процентов на 5 перекидали свои войска мы построили куча зданий подняли немножко экономику вышли в хороший плюс по идее в следующем видео наверное будем дальше покупать кого не покупать убивать захватывать спасибо за просмотр подписывайтесь на наш канал ставьте лайки обязательно комментируйте видео дайте своих друзей буду рад со всеми пообщаться всем пока